В прошлый раз мы показали, как в лесу собирать мох. Сейчас я покажу, как с этого моха приготовить субстрат. Вот высушенный мох уже. Берем мы его в пласт и вот так вот, просто когда мох сухой, такие вот жесткие ветки мы выкидываем и вот так просто перетираем. Если шишка, то мы выкидываем. Если вот такие палки, то тоже выкидываем. А если шишка попадется в субстрат? Ничего страшного. Она крупная и с ней работать неудобно. Очень легко перетрушивается, видите как. И вот такой вот у нас, я тут раньше перетрушил, и вот такой вот у нас получается рыхлый перетрушенный мох. Для сравнения сейчас я покажу высушенный сфагмин. Вот это сфагмин. А это... И теперь мы вот с таких составляющих будем делать... Можно посадить в чистый. Лесной мох. Мы его сейчас смочим и посмотрим, что у нас получится. Сушать желательно сразу во влажную, чтобы потом не поливать. И вот мы видим, что он смачивается... Хотя прекрасно он смачивается. Но я все-таки бы в лесной мох добавил бы немного сфагнума. Сфагнум он более гидроскопичен и он будет лучше впитывать влагу и распределять ее равномерно по всему горшку. Вот достаточно. Столько сфагнума вполне достаточно. Вот в такую смесь, если у вас нету доступа к субстратам сверхового торфа, можно сажать стриптокарпусы. Без ничего. Сейчас мы это и сделаем. Ну, примерно, если вы используете фитильный полив, то сфагнум добавлять ни в коем случае не нужно. Будет переулажение. Если же полив стандартный сверху, то сфагнума нужно добавить примерно столько же, сколько лесного муха. Но, как я говорил раньше, если сфагнума нету, дело в том, что лесной мух везде растет, а вот сфагнум не везде, то можно, в принципе, и без сфагнума. Просто будете чаще поливать и все. Ну, вот такой состав мне уже нравится. И сейчас мы сделаем посадку. Я взял вот два сеянца, которые, скажем так, я не скажу, что они мне нужны, но для того, чтобы пересадить, в принципе, подойдет. Поскольку этот субстрат достаточно бедный, и в нем корневая будет развиваться очень быстро и очень хорошо. Поэтому горшочки можно взять на один сантиметр больше, чем вы берете обычно. Например, вот такие я пересаживаю восьмерку, а мы пересадим в девятку. Сейчас вот, в принципе, посадка так же, как и другой субстрат. Я зажарю вот так по краям, облепляю. Ну, он хорошо держится. Гнездом. Делаем, как бы, гнездышко, чтобы не напихивать потом по краям, потому что это, скажем так, до самой глубины это... Покажи, покажи решочек с вниз там в камеру. Сейчас еще покажу. Вот такое гнездышко по размеру, по размеру нашего стаканчика. Кто не уверен, может сделать вот так. Поставить и напихать. Выровнять как-то вот несколько раз, если вы не уверены. Затем мы просто берем, вынимаем. Что желательно сделать? Желательно сразу же сделать и обслуживание. Например, вот здесь вот мы видим... Я предпочитаю выращивать в одну розетку, поэтому я вот одну розеточку вот эту оставлю. Вот это одна розеточка. А вот тут пасынок я его ударю. Это делать желательно, конечно, каким-то инструментом, но я это делаю руками. И вот так вот мы его и всадим. Желательно точку роста освободить. Если там даже субстраты, желательно ее слегка вот так вот или приподнять, или даже, может быть, развернуть, чтобы точка роста не соприкасалась с субстратом. Ну и где нужно добавить, мы, значит, добавляем. И я вот этот вот кустик через месяц вам специально покажу. Вот я на него что-то напишу, что это тестовый. И мы его ставим вот так вот так же на стаканчик. Он у нас вот так вот будет стоять. И точно так же мы сделаем и со следующей. Мы тоже сделаем сначала гнездышкой. Да, естественно, поскольку субстрат этот медный, то удобрять, конечно, нужно обязательно. Мне очень нравится удобрение, которое очень хорошо подходит для стриптокарпусов. Это мастер 17618. Там много маниного азота. И это как раз то, что нужно летофитным растениям. И вот я показывал так вот, видите. Вот точку роста желательно вот так вот слегка освободить. Даже если вам придется немножко корешков тут брать. Ничего страшного. И вот мы ее слегка вот так вот развернем. Вот так посадим. Поэтому вот здесь придется субстрата больше положить. И вот так вот мы ее слегка под наклоном и всадим. И опять, если мы видим тут пасынки, мы их удаляем. Но тут вроде бы нет. И дополняем, выравниваем где нужно. Еще, если вы используете разные субстраты, это очень неудобно. Желательно, чтобы все растения росли в одном и том же субстрате. Почему? Потому что разные субстраты и высыхают по-разному. И удобрения требуют по-разному. То есть, желательно, если вы перешли на какой-то субстрат, то желательно, чтобы все растения были именно в таком субстрате. Это просто облегчает и удобрения, например. Если субстрат более бедный, значит нужно удобрять чаще. А если у вас разные субстраты, то и какой-то более богатый, какой-то более бедный, то вам придется какие-то горшки удобрять чаще. а какие-то реже. И вам придется готовить разную поливную воду. Поэтому мы стараемся, конечно, использовать один и тот же субстрат для всех растений. Все. И так далее. 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 Продолжение следует...